итак приветствуем вторая часть нашумевшего боевика слушает мы принц поговорили про медицину про школу про кружки давайте теперь немножко другой момент давают на твое усмотрение топ-3 района в сочи где бы ты хотела бы жить вот на твое усмотрение топ-3 района сочи ну вот за вокзальной однозначно нет потому что там основам старый фонд и те объяжу узнал за ним 8 ну то старых мечты на давай так реально у тебя там площадка детская вот я сзади вас позиции детей рассуждает отсутствует практически кучу машину в этом самом комплексе если взять альпийский квартал то самое парковаться негде все друг на друга для себя я бы террин общего если только в старом фонде но старый фонд я не хочу то есть смотри из тех районов которые нормальные для жизни это однозначно не курортные то есть это не не светлана не надо это спасибо так туристы с кругами в трусах лично обучили его пищи то есть это будет однозначно я бы выбрала этот район потому что там две школы плюс еще одна новая школа давай то такого вопроса если вы параллельность убытка white palace atlantis кислород или сочи парк угловая квартира 45 квадратов она идеально планируется как хочешь панорамными окнами это вот моя мечта я бы купила там квартиру в сочи парке сейчас скажу почему развитая территория новая школа новый торговый центр новый район бизнес-класса просто потрясающий и до моря сейчас застройщик сделает прямую дорогу будет 1200 метров то есть это двенадцать минут песком это реально очень классный район и в атлантисе есть что доклад метров там и вид классно в атлантисе есть тоже такая же угловая квартира она как и высочи парке с видом на море и на стадион это вообще суперская цена другая намного дороже стоит по 380 можно взять сейчас атлантис вот а также от такую квартиру с удовольствием атлантис практически закончен полностью всеми там живу рядом территория закончена подъезда сделан вообще вот застройщик молодец она очень хорошо делает по комплексу то есть он у него качественные красивые получаются атлантис короче я взял бы атлантис не деньги взял бы лучше атлантис 50 квадрата да который тоже угловая которая да вот эти вот да есть смотри если брать и что вот у меня денег немереное количество и я могу взять что хочу да именно чтобы это было только по цене в рынке ну смотри 380 можно взять такую квартиру в атлантисе а в случае парке 44 квадратных сколько будет за квадратный метр стоить 16 миллионов минимум 400 квадрат и больше но получается атлантис даже дешевле получается атлантис дешевле комплексы знаешь это есть люди которые не любят когда пчеловеньки много-много людей атлантис компактный комплекс там нету много людей скопления большого и до моря с атлантиса знать сколько идти 7 минут это на их ходить в юг спорт и по инфраструктуре атлантис лучше чем у нас очень парк ландой другой район если например не бытка какой район был еще теперь мамайка с новой школы знаешь если бы мамайка смущала только из-за школы то сейчас там новая школа и плюс это район эти море доступны и комплексы нормальные ты на море как часто ходишь скажи пожалуйста ты говоришь я была на море раз в пять за все лето ну и зачем тебе это море как охота как охота ты же сегодня ходишь на море ты сейчас находишься в семи минутах ходьбы особо сильно от мамайки не отличается вот да не считая до моря идти 7 минут но я на море была шесть раз за все лето вообще за весь период и в прошлом году то же самое не потому что я не люблю море мне просто нет времени на него ходить ну смотри бытка мамайка все-таки из-за новой школы вот за вокзальные заречные местами не старый фонд если и не курортные вот эти вот зоны типа улицу роз я бы там никогда не хотела ехать вот так три района да но приморье мне очень нравится район это мой самый любимый при район это приморье знаешь почему у нас там больше всего количество деревьев зеленых ты когда едешь по приморье в любое время года такое ощущение что ты летом едешь всех впечатляет иванка первый раз приехал там что зима снег в морске был да он зекабря приезжал а тут по приморье едешь все зеленое деревья все зеленые там школа нету там добыт хистов и на в приморье очень много растений сажает именно вот сезонных то есть ты приморье обрати внимание ты видишь там станок ломбах цветы при том в любое время года цветы просто эти цветы они по сезону то есть весна там тюльпаны летом розочки какие-то сажает а зимой тоже обрати внимание там опять цветы какие-то маленькие красивые почему не фигурирует адлер тебя в твоем или догомыс смотри как меня лев говорит хорошее место отдали ровни на завод адлер однозначно нет вообще никакие районы ты смешен есть запрос женщина ищет квартиру в центре адлер во-первых адлер дороже чем сочи однозначно я вчера потратила весь вечер чтобы найти квартиру то есть она хочет за 10 миллионов купить двухкомнатную квартиру в историческом центре адлера таких цен вообще нет то есть в историческом центре сочи такая квартира будет стоить где-то ну примерно 12-15 до то в адлере это будет 18 20 25 минимум то есть я поставил комплекс который она хочет 20 25 30 такие цены во вторых в адлере всегда пробка вот и в любое вот район адлер заезжаешь и так стоп на кастелло пробка в адлере в центре пробка на всех этих выездах пробка вообще силу сады выезжаешь видишь вот я ездила серьезно и пробки стояли бесконечно то есть в адлер ты едешь опять пробки хорошо догомыс догомыс я очень люблю мне нравится этот район я вот если бы весь прям для жизни рассматривать вещи как бы почему бытка назвала потому что у меня дети там учатся и школу менять не хочется особо а если вот например прям кардинально себе купить квартиру то догомыс там и самый любимый микрорайон вообще и по городу сочи равнины дома красивые территории большие улицы широкие инфраструктура полная там и школы садики поликлиники церковь кафе рестораны пекарни и там то есть абсолютно все есть по инфраструктуре что только вообще может человек его мечтать автомобиль всегда есть куда поставить и самое главное там такая набережная крутая новая красивая самая женокая вот догомыс и много конкурсов в которых я с удовольствием жила там аллея парк в карабель вешал они вместо под солнцем и квадро и поспори но мы реально там топ-вы это единственное только знаешь какой мне не нравится догомыс парк планировки своеобразные как можно сделать панорамное окно в пол и балкон который не стеклянные а которые вот бетонные представьте твое панорамное окно в пол просто закрывает этот бетонный убогий страшный балкон я не была настолько удивлена когда пришла первый раз этот комплекс как думаю как вообще такое придумали из этих вот комплексов мимо донскую будем ездить новая заря конечно получился красивый комплекс конечно много там жильцов не люблю я такие пчеловеньки когда много-много-много как гранд-парк ты что же знаешь что побед не знаешь классом хоть раз уже здесь я люблю такие небольшие комплексы мне нравится когда вот например два дома как атлантис когда она не живет там половина сочи в твоем доме гранд-парк хорошая территория сделан качественно дом очень красивый по инфраструктуре рядом школу так далее если например брать меня например именно для жизни с детьми вообще идеальный вариант и по цене там нормальные цены не космические зауличные в Адлере ты говоришь да нету в Адлере нормальных комплексов вообще тоже там вот собаки пишут и гавкающие меня тоже там уже такой уставший весь управляющий компания давай такой просто страшно будет варианты давай так раз два три жилой комплекс либо олеопарк мне кажется тебе что больше нравится вот прям реально без обид общага распространяет общежитие 25 этажей я даже пробовала продать людям мы здесь мы приходим когда вот этот общие эти вот лифты дашь есть штук на площадке вот и люди такие а че за общежитие такой коридор а как там еще квартира надо смотреть куда какое крыло идешь в крылья типа что это по улице как бы лестничный марш хорошо давай раз два три либо новая заря вот и раз два три не новая заря новая заря лучше сделан по инфраструктуре больше нравится равнин хоть это донская только один минус новая заря это донская со своей пробкой вечером хорошо новая заря или жилой комплекс фрукты 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 знаешь я купил квартиру в краснодаре и когда я приехал фрукты я обалдела не хочу я приехал в свою квартиру в краснодаре он очень они одинаковые мне нравится фрукты в плане развития сириуса ты видел там 5 парков будут делать в 2025 году закончат настолько денег вольют я просто понимаю что это будет значит даже не не на уровне лучший в россии это будет лучший в мире потому что все архитектурные решения там будут браться только от зарубежных ну то есть допустим там из германии у них ландшафтным дизайном занимается один из парков будет делать ботанический ну то есть я посмотрел презентацию фрукты 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 в плане за сириуса и за тоже он жила для находится на сириусе находится понимаешь сириус такой развитие столько парков столько всяких примочек я просто понимаешь что там будет космическая цена потом в сириусе москва на берегу моря это серьезно очень дорогой ты бы там хотела жить да если только в законном комплексе который не под снос и которые не болезнь и сейчас это там постановление пришло на арест земельных участков под комплексом то есть я конечно сейчас понимаю все кто в сириусе покупал они сейчас по сути но прямо на ножах сидят они останутся с голос ракайте сразу я могу поспорить любым я посмотрела все комплексы которые под арестом в сириусе но это конечно жесть это по сути только только фрукты в которых фрукты и урожайные да и урожайные элитные резиденции вот три штуки элитные резиденции совсем днище урожайных принципе я считаю неплохой если взять даже квартиру 77 квадрат метров я считаю при всем том что там проблемы с парковками еще но я бы урожайные ну сейчас бы рассматривал не знаю фрукты с такой ценой я бы не рассматривал урожайность у нас есть инвестор который неплохо нехорошая цена там выходит с комплекса на перекладываться в другой комплекс поэтому фруктах есть ли вот прям классное предложение то пусть обращается есть инвестор там хороший хорошо продает и все в принципе в сириусе из безопасных которым можно купить урожайные фрукты согласны летние резиденции больше ничего вообще ничего даже этот как его на фигурный тот заново поварить под снос и важен мнение вот как это которую был к которую на напротив жука на фигурный вот даже там у них сейчас земля вся в аресте все и там даже перевычно там просто 6 летом хотя квартира на дома там даже видно по расцветке что должно три этажа то что другая расцветка четко разграничивать то что незаконно пристроено не буду назвать комплекс рекламировать зеленым такой цветом сейчас люди которые не будут они будут где мансарда на мансарде да 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 я знаю а потом сверху на мансарду еще зеленый мансарда еще одна я представляю какие у него проблемы начинаются в общем да сириус это такое место лакомый кусочек это будет мировой курорт просто вот мирового уровня там вливает огромное количество денег в четыре раза больше чем в сочи вместе взятый ну и надо понимать что районы даже смотри я открыла план посмотрела где эти партии понимаешь простоят дома конечно дома да это утвержден он уже начал реализовываться просто поймем в двадцать в пятом году уже будет полностью сделан а это крестом дома сейчас она квартирная а я застукая просто на снящий сириус это как же мой дом я понимаю что его дом пойдет по боку потому что его дом стоит на месте ботанического будущего садом которые иностранный этот архитектор и которые уже положили давай не будем про негатив пускай люди спокойно там кто живут в этих незаконных домах а их там 95 процентов по статистике я говорю вот если вы хотите взять что-нибудь ближе к сириусу три законных объекта урожайный фрукты летний резидент больше ни одного законного объекта там нет ни одного законного объекта там больше нет если кто скажет а как же триумф а как же морская симфония но триумф это уже как бы это не сириус то же самое что морская симфония тоже не сидит морская симфония либо урожайной морская симфония честно скажу это такой комплекс двоякое мнение на стороны красивый визитная карточка сочи а с другой стороны вот там запахи вот этих вечера ну если кто не видит нету запаха это знаешь во-первых во вторых это планировки эти круглые это 5 окон эти вот полукруглые окна знаешь на любителей это кто любит сложный путь да там например мебель все ровно там под это как это когда делают из вращенности да из вращенности когда все подгоняет там все эти углы откос это все короче кто готов за мебель заплатить в четыре раза больше чем она стоит даст она просто была встроена эти все углы вписывалась я просто такой не люблю симфония и плюс еще ее будет сдавать туристам там целых очень короче нет симфонии инфраструктуры то нормально нету рядом я бы не покупался в симфонии ничего вообще для сдачи если туристом нет я открывались вдруг он в морской симфонии продал квартиру и их туалет не резиденции вот летний резидент какой-то нищий по сравнению с а он продал там и кто в летней резиденции можете представить доели ведь пробки метам дети хоккеисты ли просто ведь жизнь просто трэш год ягод все это просто взял там и переехал то в то место смотри есть играть между летней резиденции фруктами например я бы выбрала или урожайный потому что он находится в инфраструктуре мне нравится больше не фрукты я считаю что он сама золотая середина между летней резиденции и между получается ой фрукты урожай это золотая середина между летней резиденции и фрукты И цена более-менее адекватная, и планировки более-менее адекватные. Там много чего интересного. Итак, я понял. Все-таки дом или квартира в Сочи? О, дом или квартира. Вы знаешь, если дом, который я там с нами на бытке, напротив, да? За 250 миллионов, который? Да, за 250 миллионов, он теперь наибольше стоит. Потому что люди, представляешь себе, купили и там не живут. Так его жалко. Вот. То, конечно, вот такой дом. Но я понимаю, что дом в Сочи нормальный, он стоит не меньше 300 миллионов, это точно. Ну, то есть, нормально, это значит нормальная инфраструктура, подъездные пути, локация. Он сделан нормально, хорошо на сваях там. Ну, то есть, отделка хорошая. Это дорого. В Сочи это очень дорого. И поэтому, однозначно, квартира. Не хочу я там где-то там в горах ехать, и по каким-то непонятным дорогам. Вот это вот, ну, не знаю. Всегда жила в частном доме, всю жизнь жила в частном доме. Ты же в квартире даже дня не жила, кроме Сочи, правильно? Даже дня не жила в квартире. Здесь в Сочи многие квартирники сделаны, вот как родители живут, как частный дом. Да, у тебя своя территория, пожалуйста, нравится тебе сажать что-то. Вот да, вот сажай. Вот тебе. А на хороший нормальный дом в Сочи, это, ну, это бюджет просто высокий. Это вот. У меня есть клиент на дом, он хочет купить дом в Сочи. Вот. И мы с ним рассматриваем дома. У нас начинали с 50-70, сейчас мы, знаешь, такие смотрим, от 200 до 300, потому что он понял все, что ему нравится, но оно стоит примерно так. А Чупапало не хочет брать. Вот. Поэтому дома не нравятся, мне нравятся дома в Сочинске, честно. По ним хорошо ориентируюсь, зная их, но мне нравится. А тебе, кстати, нравятся дома? Ты хочешь дома жить? Ну, не знаю, вполне. Ну, мне просто то, что нравится, оно стоит денег. Например, вот я нечаянно, недавно снимал в Ручей Видный на 700-х, по-клодески. Ну, хороший дом. Да, ты видел, как его быстро написал, стоимость его, потому что мы его рассматривали для моего клиента, и он ему тоже понравился. Единственное, там не понравился и горка немножечко. Вид хороший, все нормально. Такой дом, да, я согласна. Но ты понимаешь, что цена будет не… Как у нас там, 15 миллионов дома в Сочи с ремонтом мебели техники. Что, у меня за 7 миллионов все хотят в комментариях. Ты же читаешь мой WhatsApp, ты же видишь, какие запросы. Есть дома, вон, продается на у меня от собственницы, дом на Пятигорской, на трех сваев. И этот, она там у нее просто уже начала убегать к соседям, и она вот решила бы… Убегаешь в дом, пока не убежала к соседям. И почему она хочет? 10 миллионов. Ну, там, это, по сути, участок. Участок. Каркасный дом, 75 квадратов. На первом этаже кухни-гостиной, на втором две спальни. В центре Сочи. Ну, как в центре, вот на Пятигорской. Вот. Ну, не знаю. Но он убегает, да? Ну, там надо сваи доделать. Я не знаю даже, как это доделать. Потому что вообще непонятно, как. И канализация там у нее труба кинута в огород, понимаешь? И там все сливается в огород с соседом. Соседа, когда соседа летает, она говорит, что-то мы там воркаться с ним часто стали. Я решила продать. Я говорю, так вы наладите отношения. Я сначала не поняла, почему он сук. Я сначала реально не понимала, в чем проблема. Думаю, ну, что трудно соседам договориться, там, да, с дюмолицей, с соседами. А потом, когда я приехала и посмотрела, в чем проблема, я поняла, почему сосед ругается. Потому что, когда сезон дождей, ты же понимаешь, что это все не успевает уходить. Оно все поднимается, там, да, и у тебя в огороде плавает. Ты понимаешь, про чем мы идем, говорим сейчас своеобразно. Я говорю, ну, только вы сделаете канализацию. Лос, сделайте просто и все. Он говорит, ну, на это же деньги надо сделать канализацию. Я говорю, ну, к соседу это тоже не грязь. Я даже пятеру за пять не взял бы. Даже за пять миллионов он даже не нужен. За пять даже не нужен. И это лучше квартиру бы взял бы там. Вот. И назначение земли не это уже своеобразное. Для садоводства. Ну, то есть, вот такие дома просто... Мне часто говорят, хочу дом в Сочи, да, и называют бюджет, когда там 10, 15, 20, даже 30 называют. Я понимаю, что это будет не то, чтобы в их голове, это будет абсолютно другой формат дома. Это будет, скорее всего, каркасник, без ремонта нормального, без подъездных путей, без коммуникаций центральных. Хоть что-то будет непонятное. Вот. Поэтому дом в Сочи можно иметь, если нормальный, ну, если бюджет позволяет, то можно. А что попало, я не хочу. А что попало, ну, не хочется. Это вот, который рядом с родителями домов. Ну, вот вы сейчас живете в квартире нормально, да, в 95 метров, получается, квартира нормально, как считаешь? Да, смотри. Удачный квартир, неудачный квартир. А, у нас в Сочи есть много домов, которые, ну, там, первый этаж сделан как терраса. Многие люди не понимают, что такое первый этаж в террасе, и когда говоришь первый этаж квартиры, они, ой, нет, только не первый, не последний этаж. Зря. В Сочи первый этаж это топ, топчик. Первый этаж, последний, в случае, самый дорогий этаж. Да, первый этаж, потому что у тебя свой выход, то есть у родителей свой выход, они не пользуются общим подъездом вообще. То есть это как в своем доме, они могут выходить, заходить миллион раз, и кошка наша тоже. А, во-вторых, у тебя своя территория перед домом, ты можешь там посадить помидоры, огурцы, вон, папа клубникую с виноградом посадил, вот, мама свои розы там посадила и цветочки. То есть, пожалуйста, у тебя есть, ну, если вот первый этаж, ты можешь там поставить агротанговую мебель, выходить там, гулять, шашлыки жарить. Ну, то есть это вообще, это реально кайф. Первый этаж из террасы, это кайф. Ну, вообще повезло, что у вас еще и парковка будет. И парковка, да. У всех парковки, у вас две парковки, получается. Да, еще у нас и парковка рядом, ну, это реально кайф. Зачем, например, мне, например, дом, даже 100 квадратов, да, если у меня это все есть, вот здесь, в этой квартире, у меня нет ощущения, что мы живем в квартире. Плюс еще дом хорошо сделан, то есть вот такие вот дома, они такие, ну, там, стены толстющие просто, вот, нету, мы, вот, нету соседей. Ну, потому что данный дом не эконом, вот там всего лишь, получается, по две квартиры на этаже, правильно же? По две, нету там этих количеств народу, чтобы по 20 квадратных метров была квартира. Это элитный дом, где большие квартиры, где действительно наравне с Александрией и так далее, где, соответственно, комфортно. Такие дома были на вес золота. Соседи у нас там, считай, мы друг друга все друг друга знаем, вообще проблем нету в плане, там, подъезд, у нас приходит женщина мой, там, мы скидываемся 500 рублей за месяц. То есть по коммуналке у нас очень мало выходит, там, 2 тысячи в месяц. По обслуживанию у нас нету таких космических цен, ну, как бы, мне вообще полностью все нравится. При этом двор закрытый, все титно, хорошо, спокойно. Да, закрытый двор, там, видеонаблюдение у нас, там, сосед такой есть, лайтовый, хороший, вот, и видеонаблюдение у нас по полной обеспечено. Вот, поэтому классные вот эти дома, мне нравятся. Как оно, что к этому району? Это у нас район Донской, знаешь, своеобразный, смотри, какие комплексы. Если вот Новая Заря внизу нравится, если... Не, вот здесь вот именно, вот эта локация, вот, где мы сейчас едем с тобой. Ну, я бы здесь не хотела жить, вот здесь есть, смотри, во-первых, дома все друг на друге, раз. Во-вторых, законного на пальцах одной руки может пересчитать. Ну, вот мы сейчас, перед тобой, перед нами Люмьер, смута сказала, это квартирник. То есть, мне пишет одна женщина, я нашла в Донской квартирник за 4 миллиона, а вы сказали, таких нету. Нет, пожалуйста, вот, смотрите, Люмьер, квартирник за 4 миллиона, без коммуникаций, добавь все, пока даст, то перепутано. Покупаешь один дом, у тебя в документах один написано, а на самом деле ты живешь в другом доме. Да эта сторона, к которой мы сейчас проезжаем, она плачет. Там всегда стена сарая. Я не знаю, как они так смогли сделать, что там постоянно сына. Знаешь, да, вот эти квартиры? Постоянно, даже ремонты делают, и все равно не могут избавиться ни от плесени, ни от чего. Да, такое можно купить за 4 миллиона. За 4 миллиона статус квартиры зато. Но здесь и на этой горе, вот она весь ровный. Кстати, здесь знаете, почему не проходит ипотека? Потому что здесь статус квартиры, только он был переведен без участия администрации, были суды. И в любой момент, вот этот, если вдруг, например, вот это ЖП. Вот это ЖП простоит дольше, я вам клянусь, я вам отвечаю, чем тот квартирник. Вот если в случае чего. Да, правильно ты говоришь. А вот Балкан стоит, это просто конфетка. Это вот я в таком доме с удовольствием не живу. Он законный. Застройщик. Цена-то недорогая. Цена нормально, хорошая. Очень хорошо построил этот комплекс. Магнит на первом этаже, территория своя, детская площадка, вот инфраструктура, аптеки. До школы, пожалуйста, детки могут и пешком, и на автобусе доехать. Дорога широкая, машины где есть поставить. Мне прям очень нравится. О, это дома. Взять, я смотрела дома, я бы здесь хотела. Вот я этот дом себе и хотел купить. Нет, это такой дом. Он продал своему клиенту. Как тебе этот дом? Мне очень нравится, я такие дома купила. Мне понравилась эта вот локация. Здесь были менее... За 8,5 миллионов можно было купить здесь, я продавал. Я здесь все три дома и все я продал. Вот эти вот, кроме этого последнего. Все три дома. Нет, эти дома, я знаю, мне они очень нравились. Вот такой дом можно купить. Он недорогой и в локации нормальный. Нет, но сейчас он больше 30. Он сейчас больше 30 стоит. Он в черте города, понимаешь? Здесь все есть. Хорошие вот эти дома. Но они быстро такие дома разбирают. Да. Вот этот дом очень хороший. Потому что здесь я в городе, кажется, мало, 3,5 сотки. Я когда зашел, посмотрел, все в плиточке, бассейн. Какой-то там сделали еще что-то, короче, мангальные зоны. Вот прям все сделал. Здесь красиво. И все. Если будет у меня новоселье, он сказал, меня пригласить обязательно. Потому что я тогда вам сниму, просто обалдеть. Как классно. Вот я этот дом хотел, но тогда я послушал Надю. И Надя что-то сказал, ну, что-то не то. Я думаю, что он может был здесь купить. Мне предлагали хорошие условия рассрочек. Мне предлагали идеальнейшие для нее условия. Это вот есть момент, жалеешь, зачем ты не жалеешь. Вот этот момент я немножко жалею. Ну смотри, это дома в черте города. Такие дома прикольно покупать, когда ты в городе. Не когда там на горе где-то за непонятно где там, да, едешь через какой-то лес. Смотри, Сергей Поля ты выбрал бы или Донскую вот в этом месте? Я бы не выбрала вообще Сергей Поля. Знаешь почему? Мне дома часто нравятся на Мацесте. Мацесте самый красивый зеленый район в плане домов. И потрясающий. Вот там я туда еду, по этой улице поизмаялась, по Чекменево. Я смотрю на эти дома и думаю, как бы я хотела здесь какой-нибудь дом жить. Вот дом однозначно я себе покупала, это Мацеста. Сергей Поля, ну, любитель. Что-то там есть хорошее, что-то не очень. Васильев, да, тоже так же. А на Мацесте дома крутые. В Косте мне дома не нравятся. Знаешь почему? Потому что они на горе стоят. Видовые характеристики классные, а то, что заезжать на эти горы, мне не нравится. Ну, у нас здесь еще есть дом, который тоже считается категорией бюджета в Голливуд. Вот в Голливуде вы жила или не жила? А, я не помню. А я сейчас покажу тебе. Давай я доеду, потому что я название знакомое, но как он подозрительно выглядит, я абсолютно не помню. Здесь меня смущает только этот маленький заезд узкий. Вот сейчас было некомфортно проехать. У меня машина сейчас чистая, но теперь придется мне пен по-новой помыть. Потому что есть определенные моменты, которые мне не понравились. Вот эти дома, как тебе? Вот они, в принципе, стоят. Сейчас им не надо посмотреть, подглядеть, сколько они стоят. Вот эти домики, как тебе? Очень крутые. Надеюсь, надо, чтобы был обязательно автомобиль. И мы как-то с Левой заблудились. Мы, короче, не там свернули, на Донской. Он ездил в юбилейный, там у них был конкурс. Мы вот по этой улице ездили. И он был потрясен видовыми характеристиками. Он говорит, мама, как здесь красиво. Посмотри, какие виды. Вот у вас Голливуда очень красивые. Смотри, дом, если ты выбирала себе, дом в стиле шале, вот, например, сейчас мы проезжаем в деревянную, или все-таки хай-тек? Я бы выбирала монолитный дом, однозначно. То есть, из чего он, как он будет выглядеть внешне, и, в принципе, без разницы. Потому что у нас очень своеобразная геодезия, да, и здесь я все-таки не признаю ни каркасники, ни из бруса никакие. Я лично беру только монолитные дома. А вот какой он будет, как хай-тек сделан, или они как-то как шали смогут сделать? Ну, ты смотри, если два ребенка, да, разнополые, муж, жена, как думаешь, сколько идеально для Сочи должно быть квадратов для семьи, на свое усмотрение? Ну, я уже примеряла для себя такой вариант. Смотри, если два ребенка разнополых, вот, надо им комнаты хотя бы от 12 до 16 квадратов, не больше. У нас в Борске было 25 квадратов комната, но, честно скажу, это много. Она не нужна им такая здоровая, просто не нужна. Вот, поэтому две комнаты надо для детей, если брать минимум 12 или 16 квадратов. Потом спальню для родителей. Родители там обычно только спят, и они там не проводят время, да, ну, по сути, 12 квадратов, там, ну, 16 достаточно. Мы сейчас берем минимум и максимум, ну, максимум, там, может быть, сколько. А кухню-гостиную бы неплохо. То есть, по сути, надо три спальни и кухня-гостиная. Это идеал. В санузел можно два, на каждой на этаже, можно один, если это одноэтажный дом. Ну, квадратов, сколько сейчас посчитаем? 100 вообще спокойно можно ложиться. От 100 и больше. То есть, по сути, это либо квартира, как у родителей, 95 квадратов. Либо от 100 и больше. У меня там дома был 130 квадратов в Угорске. У меня вообще его хватало. То есть, я бы не хотела 250, 300, 400. Некоторые, где-то 600. Зачем? Что там будет? Земля должна быть большая в доме или не должна? Смотря на то, что ты хочешь на ней делать. Если ты хочешь сажать помидоры, огурцы, я сразу скажу, в Сочи это не востребовано. Даже мама, огородник со стажем 50-летним и то сказала, они здесь не нужны. Здесь очень много всего своего классного, который ты на рынке пришел, там все пахнет, все это с теплицей, там слоу привозят, с теплицей. Ну, то есть, вообще, зачем сажать здесь что-то свое? Тратить на это время. Если ты можешь вместо того, чтобы сажать помидоры, огурцы, пойти погулять по красивым набережным, сходить на море, съездить там. Потому что мама от твоей работы с Парка Горького до Бытхи пешком дошла. Да, я каждый день. А тут люди у нас боятся там. Как же я буду подниматься? Вот, вот, маленькая, вот, в Атланте, а как я буду подниматься? И мне говорит, мужик, ему 35 лет, ну, не знаю, как на вертолете, на чем думал. Атлантис топовый комплекс. Если, вот, я тебе скажу, если у тебя есть там предложение, ну, прям, ну, это очень низкое предложение для этой локации. Понимаешь, это Бытха, Бытха это второй по дороговизне район в городе Сочи. Потому что он, ну, прям рядом с морем, еще и, ну, такой топовый по локации. Недалеко от курортного, вот, считай, курортный нам проходит рядом. Вот. И по 380 в Атлантисе это очень низкая цена. Потому что от застройщика там цены идут... 650. Да. 550 минимально, так что? 650, 650, так. Потому что своя территория, бизнес-класс, до моря 5 минут, до инфраструктуры, до транспорта. Вот, еще у нас очень важна транспортная развязка, где, да, как выезжать и куда ехать. Вообще идеально. Я каждый день оттуда езжаю с Бытхе. На работу я доезжаю ровно за 15 минут. Вот, вот, если не выехала, без пятнадцати девять и в девять я уже была на работе. То есть, это очень быстро. А пешком иногда я хожу, вот, мама уходит, вот, я иду ровно час, если я иду, прям выхожу с парка Горького и иду пешком. Ты же тоже иногда юрдой страдаешь и смотришь варианты, да, например, те же самые, которые есть, например, именно варианты для покупки дома, например, там, смотришь в пределах тридцати, вот, можешь сказать, дом в пределах тридцати миллионов рублей, ну, который бы ты даже сама себе купила, например, вместо квартиры. Вот, например, дом в пределах тридцати. У нас, знаешь, есть такие дома, я тебе скажу, вот, можно даже, вот, сейчас, знаешь, есть на Дагомысе, у нас есть застройщик один классный, он строит качественные клёвые дома, и они у него недорогие. Они, действительно, у нас просто был клиент, он такой, знаешь, строитель, вот он с лупой каждый сантиметр исследовал этого дома, не прикопался, вот. Вот, и вот именно в Дагомысе я бы купила такие дома, сейчас, тем более у него акция проходит, у него можно за тридцать миллионов купить, до моря, 10 минут песком, вниз, убытки, где каравеллы Португалии, там дома продаются, вот я бы купила, вот у этого застройщика я бы купила себе дома. Ну, у нас сейчас стройка, стройки тридцать миллионов, правильно, не готовые? Нет, готовые у него, есть стройки, есть готовые. Какой, как называется? А застройщик? Нет, ну, это же... Уюта, который. А, Уюта, да, я продавал. Уюта мне очень нравится, мне нравится, как застройщик строят, и мне нравятся сейчас их цены, то есть у них там есть акции, ну, на какие-то дома, и, знаешь, где, вот у них пивзавод, там уюта реки, вообще потрясающе. Что у нас вот с этим поставил так интересно? Хочешь, поехали доедать в Дагомысе? Нет, я там, в принципе, я его знаю, да, я продавал хороший дом. Вот в пределах тридцати, вот, можно у них покупать, потому что у них сейчас идет акция, и можно купить дом, то, что у них продавался за пятьдесят, можно сейчас купить за тридцать, за тридцать пять. Вот, но у них там она прям краткосрочная, что-то там на несколько, ну, на неделю или на две. Это потому что, поэтому, если кто-то хочет, и, ну, когда-нибудь купить, то они не проканают. Вот. А из таких домов, ну, тебя, мне, которые нравятся дома, они стоят дорого. А которые недорогие, вот, то есть, ты иногда снимаешь дома, мне прям нравится, классно, где ты их находишь, очень непонятно. Я вот, знаешь, когда смотрю твой ролик, я потом обязательно открываю все свои программы, какие у меня есть, и начинаю смотреть, где ты там вот такой откопал. Я не понимаю, где ты его нашел. Ну, вот. У тебя есть много печки. Да, здрасте. Здрасте. А, брат, нельзя, тут хоть один, только бетонировали. Ага. А, не забетонировали только что? Хорошо, спасибо. Только забетонировали, прикольно. Ну, ладно, сейчас мы посмотрим, как там здесь. Вы можете сказать, самое страшное, что бывает в Сочи в моей жизни, это когда вот надо ездить, ехать вот так, в гору и назад. И знаешь, как это у меня там стресс в 25-й степени. Не люблю вот ездить в гору и назад. Блядь, в этом плане этого. Так что дома, дома в розни. Но я тебе одно скажу точно, да, человек, который умеет находить хоть что, хоть где и хоть когда, я скажу, что если ты хочешь купить хороший объект в Сочи, то надо, ну, я вот однозначно, даже Сергей, наш брат, когда искал себе квартиру, он тоже искал через риэлтор, потому что вот в Сочи такое есть как, ну, не сороконное радио, знаешь, но когда вот есть хорошее предложение, они внутри, ну, риэлторов, они, их нету вот на общем рынке вообще никак. Так, даже, я же, я же родителям квартир нашел через кого, как ты думаешь, через кого? Через подписчиков. Да, через подписчиков. Через подписчиков. Да, и его нет, в общем, тоже нашел через подписчиков нашел, которые взяли, знали, что я там ищу, и они мне предложили по хорошему, ну, вот, вариант. Мне говорят, ты вот некоторые дома снимаешь, я начинаю сразу искать помощь, иногда даже тебе пишут, слушай, да это где дом находится, потому что я смотрю весь рынок, просто все, вот у меня, ну, программу и на вторичку, и Пульс и Миробаз, ну, то есть, очень много туда люди не зайдут, это только доступ у риэлторов, если ты еще и создаешь гильдии риэлторов, тогда ты только можешь туда попасть. Ну, дальше, и по программам новостроек, я везде смотрю, то есть, во всех, какие только вообще бывают у нас риэлторские программы, и чаты, и на меня их там 200 штук разных, нет, я думаю, да где же ты его взял? И есть, да, такие предложения, которые они есть только у риэлтора, это факт, я это уже давно поняла, и своим клиентам часто нахожу предложения, которых просто нету в рынке, не смогут они их найти сами, нигде, никак. Ну, здесь ты, вот я сейчас проехала, ты бы здесь жила? Я бы, нет, честно. Друг на друге, не знаю, так своеобразно, ни подъездных путей нету. И, кстати, знаешь, мне иногда удивляют люди, когда они мне пишут, Вина, а пришите мне, ну, фото. Зачем? Ну, я вам пришел фоторемонт, фото стен, да, а вот это вот все, я же не смогу сфотографировать вам вот эти подъездные пути, из чего сделан дом, а что там, какие соседи стоят, ну, какая инфраструктура, вы же покупаете не 4 стены, правильно? Вы же покупаете не этот ремонт, ну, какая разница вам вот эти фотографии, ремонт и так далее. Тем более, есть профессиональные фотографы, они так красиво фотографируют. Иногда приезжаешь и потом думаешь, ого. Да, я тебе скажу больше, сейчас больше половины используют фейковое объявление с испанских, с итальянских сайтов и все. Вот это говорю как есть. Поэтому, когда просят, вы мне пришлите, я посмотрю, стоит или не стоит туда ехать. Бывает стоит, знаешь, пришлешь красивый дом, а потом приезжаешь, такой вот сам дом, подъезд, заходишь в подъезд, там нища, как будто там и управляющей нет, и ничего нет. Объектов-то много, во все ты не сбегаешь, это физически невозможно. Поэтому по картинкам себе выбирать квартиру в Сочи, ну, это, наверное, не знаю, так себе идея. Не найдешь и не выберешь. Не найдешь. Ачси. Продолжение следует... Продолжение следует...